Друзья, всем привет! Меня зовут Мила и вы на моем канале о вязании. Сегодня я хочу показать вам мастер-класс, как вязать узор. Очень красивый, я очень часто его использую в своем вязании. Это и простой, и одновременно очень эффектный узор для шалей, для палантинов, для просто каких-то ажурных вставок. Это вот такие вот ажурные дорожки. Специально сделала для вас образцы из нескольких видов пряж, чтобы показать, как узор смотрится на разной текстуре. Например, первый образец это из Drops Air, а второй образец это из Махера, сложенного в три ниточки. Также я хочу вам показать свой текущий процесс, где я как раз использовала этот ажурный узор в сочетании с оранами, с шишечками. Вот такая вот комбинация узоров у меня получилась. Это тоже Drops Air, и он очень хорошо сюда подошел, потому что этот узор такой довольно объемный. Он дает объем, он дает текстуру, он дает ажурность, и он не очень сильно просвечивает. В общем, это очень красивый узор, который наверняка вам понравится. Давайте посмотрим на схему, и на самом деле здесь очень простой раппорт. Вот это расстояние между дорожками. У меня здесь классические две петли изнаночные, но вы можете варьировать его в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете как сделать его меньше, одну петлю, так и больше. Поэтому раппорт классической ажурной дорожки составляет три петли. Итак, давайте сразу приступим к вязанию. Начинаем ряд с двух изнаночных петель. Потом делаем накид, три вместе лицевой, накид, две изнаночные петли. Снова повторяем накид, три вместе лицевой, накид, две изнаночные петли. Накид, три вместе лицевой, накид, две изнаночные петли. Таким образом повторяем до конца ряда. Раппорт. Итак, мы с вами закончили вязать первый ряд. Давайте приступим ко второму ряду. Второй ряд и все последующие четные ряды вяжутся только по рисунку. Это значит, что накид вяжется только изнаночной петлей, все лицевые вяжутся изнаночными петлями, а изнаночные лицевыми. То есть, соответственно, мы вяжем 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. И так до конца ряда. После двух рядов у нас получается вот такая картина. Еще не совсем понятно, что это за узор, непонятно, как он вырисовывается. Но давайте продолжим третий ряд. Начинаем ряд с 2 изнаночных петель. Затем 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой петлей и снова 2 изнаночных. Опять 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой и снова 2 изнаночных. И таким образом повторяем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 изнаночных. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 изнаночных. Продолжаем до конца ряда. Лицевая, накид, 2 вместе, 2 изнаночных. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 изнаночных. Четвертый ряд это четный ряд, а это значит, что вяжем мы его по рисунку и накид будем провязывать изнаночной петлей. Это значит, что у нас получается 2 лицевых и 3 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных. И такое чередование у нас будет продолжаться до конца ряда. Давайте провяжем этот ряд вместе с вами онлайн. Посмотрим, что у нас получается. Все еще не совсем понятный узор. Продолжаем дальше пятый ряд. Начинаем пятый ряд с 2 изнаночных. Затем вяжем 3 лицевых. Снова 2 изнаночных. И снова 3 лицевых. По рисунку. Снова 2 изнаночных. 3 лицевых. 2 изнаночных. 3 лицевых. И так продолжаем до конца ряда. Вот такой результат у нас должен получиться после вязания 5 рядов. Продолжаем вязать шестой ряд. И шестой ряд мы вяжем по рисунку. Это значит, что мы вяжем 2 лицевых и 3 изнаночных. 2 лицевых и 3 изнаночных. И так дальше до конца ряда. Продолжаем. Давайте посмотрим какой результат у нас получился после вязания 6 рядов. Уже у нас вырисовываются наши ажурные дорожки. В этом моменте я предлагаю посмотреть еще раз на схему. И я обозначила цветами повторяющиеся блоки. То есть мы с вами провязали 6 рядов. И уже седьмой ряд он будет точно таким же, как первый. То есть дальше мы продолжаем повторяющиеся блоки один за одним. Давайте начнем вязать седьмой ряд. Начинаем 2 изнаночных. Накид. 3 вместе лицевой. Накид. 2 изнаночных. Накид. 3 вместе лицевой. Накид. 2 изнаночных. Накид. 3 вместе лицевой. Накид. И 2 изнаночных. То есть седьмой ряд будет такой же, как и первый ряд. Продолжаем до конца ряда. И давайте сразу же продолжим восьмой ряд. Восьмой ряд это четный ряд, поэтому мы вяжем его по рисунку. И все накиды провязываем изнаночными петлями. Получается у нас 2 лицевых, 3 изнаночных. 2 лицевых, 3 изнаночных. И так до конца ряда. Давайте дальше провяжем самостоятельно. 9 ряд, как 3 ряд. 11 ряд, как 5 ряд. Все четные ряды вяжутся исключительно по рисунку. Все накиды вяжутся изнаночными петлями. И давайте с вами посмотрим, как полотно выглядит после вязания 11 рядов. И мы с вами уже видим, что вырисовываются ажурные дорожки. А также вырисовываются вот эти маленькие лепесточки секции. То есть 6 рядов. Это вот такой лепесточек. И они идут один за одним. Такой конечный образец у меня получился. Это пряжа Drops Air. И это уже постиранный образец. И мне очень нравится, как он работает с объемом. Этот узор. То есть он делает немножко полотно таким выпуклым, объемным. То есть он дает ему текстуру. И это очень интересно. Потому что этот узор можно использовать как в добавлении комбинации к другим узорам. Такие дорожки. Так и использовать как самостоятельный узор для шалей, для палантинов. Чтобы они были немножко такие объемные. Он очень хорошо выглядит в махере. То есть это такой очень красивый, ажурный, универсальный, очень простой узор. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что он вам пригодится. Спасибо большое. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok